Вот и настала очередная жаркая летняя июльская неделя, а это значит, что пришло время предложить вам пять любопытных российских сериалов, которые помогут скоротать время, пока вы прячетесь от этой самой жары. Устраивайтесь поудобнее, друзья, не забывайте поддерживать видео лайком, ну а мы начинаем. А вы у нас кто? Измайлов, Лена Сергеевна, музыкальный руководитель. Итак, начнем с премьеры на платформе Кино 1 ТВ под названием «Операция Валькирия». И это, друзья, шпионский детектив из восьми эпизодов, который стал доступен с 22 июля. Данный проект расскажет о борьбе советских чекистов с германскими агентами, оставшимися на нашей территории после окончания Великой Отечественной войны. В 1947 году в Артеке впервые решили провести международную смену. Чтобы сорвать этот грандиозный праздник, шпионы решили отравить детей. Но главная их цель – убийство Сталина, которого ждут на открытии смены. Разоблачить иностранных агентов смогут только самые проницательные чекисты. Кто там? Я застрял ночью в дороге, попросился на ночлег. Второй любопытный проект в сегодняшней подборке выйдет на Первом канале. Это также исторический сериал под названием «Отчим», состоящий из 16 эпизодов. Проект начнет выходить с 25 июля. И речь сейчас идет о повторном показе. История начинается в 1952 году в Сибирской глубинке. Первая красавица поселка, Настя, 7 лет ждет мужа с фронта. Ее жалеют, но за спиной шепчутся. Чего ждать? Кому было суждено прийти, пришли. Однажды ночью в дом Насти стучится новый председатель местного райкома партии «Молодой». И, надо сказать, весьма галантный мужчина Игорь Галицкий. Эта встреча становится судьбоносной. Вместе они пройдут трудные испытания. Их истинное глубокое и взаимное чувство преодолеет проверку на прочность. И первым таким испытанием станет внезапное возвращение Ивана, мужа Насти. Тайна, которую он раскрывает, еще больше разделяет его семьей. И делает жизнь главной героини невыносимой. Суровое время беспощадно. По доносу, снят с поста и арестован самый дорогой для Насти человек – Игорь. На фоне драматических событий, разыгрывающихся в стране, героям саги предстоит проделать нелегкий путь, чтобы обрести простое и такое хрупкое счастье. Убийцу твоих родителей искали. Никаких следов. Ну а теперь поговорим о том, что нам приготовил телеканал НТВ на этой неделе. Итак, с 25 июля в 19.50 там стартует проект, который носит название «Вокально-криминальный ансамбль». И он будет состоять из 16 эпизодов. Это также повторный показ, друзья. Это снова исторический сериал, который перенесет зрителей в 70-е годы прошлого века. Музыкальный ансамбль сотрудников МВД под прикрытием расследует дело о незаконном вывозе исторических ценностей из страны. Главный подозреваемый – популярный певец Аркадий Золотаревский, который по версии следствия руководит преступной схемой. Новый мир! Новая жизнь! Уже рассказывал об этой премьере, но снова хочу напомнить вам, друзья, что уже с 10 августа на платформе «Старт» выйдет третий сезон популярного молодежного сериала под названием «Новенький». Третий сезон сериала для молодежи затрагивает темы буллинга, проблемы взросления и поиска самого себя. Съемки сезона стартовали еще в мае этого года, а уже летом создатели обещают премьеру проекта, который войдет в линейку «Старт Янг». Всего в эфир выйдет 8 новеньких эпизодов по 38 минут. На создание очередного сезона съемочную команду вдохновили комментарии поклонников проекта в социальных сетях. Именно благодаря им у создателей появились новые идеи и желание творить. Что же приятно, когда к зрителям прислушиваются. Удивительный опер-плавочный. Руки подними. Ну а это премьера для любителей «Посидеть допоздна». И снова телеканал НТВ. Уже с 26 июля в ночном эфире, а именно в час 50 минут по Москве, будет продемонстрирован сериал «Алиби на двоих», который состоит из 24 эпизодов. И снова это повторный показ весьма успешного детективного сериала, по сюжету которого никогда еще грань между законом и преступлением не была столь тонка. А предательство не было столь любезной услугой. Решившись на серьезное дело, жулик по имени Гоша крадет скрипку Гварнери. Но подставленный, обворованный подельником, сразу же оказывается главным подозреваемым. И к тому же без скрипки в руках. Тем временем дело поручают Вере, оперативнице, при подполковнике Гузине. Однако вскоре после ссоры с этим самым Гузиным ее увольняют. Гоша понимает, что единственный способ остаться на воле, это сдастся и встать на сторону следствия. Сдаваться он отправляется прямо на квартиру к Вере. Вор-неудачник и жаждущий досадить бывшим коллегам сотрудник полиции решают начать свое собственное, независимое расследование. Впрочем, оно будет далеко не единственным из числа опасных, часто комичных, но неизбежно успешных дел этих двоих. Так что если вам не спится, вполне можете посмотреть весьма любопытную историю. А какой из этих проектов, друзья, привлек ваше внимание наиболее всего? Непременно поделитесь мнением на этот счет в комментариях. И не забывайте подписываться на канал Горинов Мир Анонсов, где мы обсуждаем самые яркие премьеры отечественного кино. Надеюсь, было интересно. Всем замечательного настроения и до новых встреч на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok